Включаем кэш плагином WP SuperCash. Итак, в прошлом видео мы с вами установили плагин WP SuperCash, который отвечает за кеширование сайта. Давайте перейдем в настройки. На самом деле, для новичков, для понимания, плагин сложный, но тут нужно объяснять каждый момент. Здесь достаточно просто включить там, где разработчик пометил рекомендованно. Этого будет достаточно. То есть изначально я включаю, дальше нажимаю проверка. У нас проверка прошла успешно, с зелененьким все подсвечивается. Также при необходимости можно удалить кэш. То есть при удалении кэша, следующий кэш автоматически будет создаваться. Дальше здесь имеются вкладки расширенные. Как я и говорил, вы, конечно, можете почитать все пункты для быстрой эксплуатации. Включим все необходимое, рекомендованное. Этого будет достаточно, как я уже говорил. У нас даже уже некоторые точки стоят напротив рекомендовано уже по умолчанию. Вот, например, сжимать файлы кэша, чтобы ускорить работу. Ставим галочку здесь рекомендовано. Здесь галочка стоит. Ну, конечно, нужно читать, вникать то, что вам непонятно, как новичку, какие-то пункты. Вы их пропускаете. Я просто отмечаю все, что рекомендовано. Ввели изменения. Нажали вот здесь обновить. Итак, этих настроек будет достаточно, чтобы плагин работал и ваши страницы были в кэше. Кэшировались. Также этот плагин находится, если вы перейдете вот так вот в консоль, настройки WP SuperCash. Это если вы захотите сюда вернуться, внести какие-то изменения, почистить кэш и так далее. А на этом я видео заканчиваю и жду вас в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok